добрый вечер вы смотрите химки тв мы как всегда по средам ведем диалог с округом и я приветствую в нашей студии главу нашего округа владимира слепцова владимир витальевич добрый вечер добрый вечер но я рада вас приветствовать буквально несколько дней остается до важного события в нашей жизни и тема сегодняшнего эфира будет основной и тема сегодняшней и наступившей неделе это конечно же выборы 18 сентября еще в прошлый раз неделю назад вы в нашей программе сказали что все избирательные участки готовы к выборам этой доступности безопасность и условия работы наблюдателей более изъявлений жителей все так я ничего не упустила совершенно верно совершенно верно для нас очень важно чтобы мы создали условия для химчан для людей которые возьмут открепительные листы и будут голосовать в этот день 18 сентября у нас химках тоже создать самые благоприятные условия чтобы возможно было подойти значит к избирательному участку они будут работать с 8 утра до 8 вечера как всегда ничего нового чтобы могли люди с ограниченными возможностями то есть мы говорим об инвалидах тоже прийти на избирательные участки то есть это надо сделать пандусы чтобы не было ямы никаких не дай бог будет дождик луж не было освещение потому что уже темнеет в седьмом часу понятно что должно быть уличное освещение сделано что вот этих казусных ситуаций вроде бы мелочь но это уже отталкивает людей немножко хочется комфорта мы к нему тем более привыкли и качество жизни поэтому эти условия все создали и на протяжении нескольких месяцев как раз вот мы работали в этом направлении в том числе и готовили избирательные участки поэтому я хочу сказать что готовность есть да действительно камеры наблюдения у нас стоят везде на каждом избирательном участке у нас будут работать правоохранительные органы в полном более полной боевой готовности на всех избирательных участках а у нас их 93 также мы сегодня уже определились и все партии тоже определили на избирательных участках будет сидеть наблюдатели скажу больше мы выставляем телевидение на каждый избирательный участок у нас будет онлайне передавать информацию специалисты что происходит на избирательных участков то есть мы создаем открытость прозрачность чтобы наши наши выборы которые будут проходить прошли честно и абсолютно прозрачно поэтому вот как раз вот эти условия мы сегодня создаем понятно я хочу напомнить что мы работаем в прямом эфире 4 9 5 2 0 4 40 73 это телефон нашей студии звоните пожалуйста мы будем ближайшее время отвечать на ваши вопросы владимир витальевич ну выбор кстати по поводу выбора выбор в этом году большой много кандидатов много партий много обещаний много уровней потому что мы выбираем в государственную думу и в областную думаю наш совет депутатов я конечно сейчас не буду спрашивать за кого вы будете голосовать я думаю что вы уже точно определились но вот что можно по моему значку понятно мы да но я знаю что очень много людей на самом деле делают свой выбор самый последний момент когда приходят на участке уже вот что мы могли бы сейчас сказать этим людям ну во-первых действительно я должен предупредить всех что мы избираем и депутатов в государственную думу и депутатов в областную думу и депутатов наш совет мы избираем конечно же и как одомандатников так и по партийному списку очень много партий следовательно идет и конечно же будут бюллетени где люди должны внимательно читать за кого они голосуют и в какой партии состоит этот человек или за какую партию для того чтобы не перепутать и и ни в коем случае в дальнейшем не каяться о том что не из-за того проголосовал это раз во вторых очень важно понять что нужно сделать правильный выбор каждый человек за каждым человеком стоит ответственность на выборы именно за человеком не того кого мы избираем это в дальнейшем уже кого мы изберем да кто будет депутатом вот на этих людях будет большая ответственность что народ в общем-то будет доверять и надеяться на то что эти депутаты сделают нечто интересное то что сегодня интересует граждан мы говорим о том что в день голосования ответственность на людях потому что очень важно проголосовать так чтобы в дальнейшем то стратегия которую сегодня определил президента стратегия созидания который идет в стране я уже говорю о химках поскольку мы в химках будет избирать она должна как минимум быть не хуже а лучше поэтому безусловно я не собираюсь хвалиться что мы идеальные мы многое сделали мы старались но оценят наши старания люди которые живут здесь в химках важно чтобы тех кого мы изберем они сделали лучше загрязь и еще больше поэтому очень важно сделать правильный выбор очень важно понять что эти люди значит а что эта партия сделала вообще говорить можно очень много всего очень важно чтобы за каждыми словами стояли действия а что же сделано поэтому здесь очень важно ксения прийти и выбрать может быть не только сердцем но и все-таки подумать и принять правильное решение очень важно потому что того кого мы изберем судьба нашей жизни нашем округе в нашей области в подмосковье будет зависеть от тех депутатов кого мы изберем и в нашей стране и в нашей стране в целом потому что мы в том числе и избираем депутатов государственной думы поэтому мы должны дать себе оценку и выбирать не за красивые слова не за красивый пиар и у кого денег больше а все-таки наверное за то что люди сделали давайте оценим всегда ведь и судить по делам по делам поэтому я считаю что у каждого человека у каждого гражданина у каждого жителя химок уже сложилось впечатление наверное уже все знают кто избирается какие партии избираются какие личности избираются и что они сделали те личности в жизни вообще в целом я думаю что вот эта точка зрения которая сложилась все-таки правильно взвешенная она должна все-таки на выборах и повлиять на исход выборов. То есть сделать правильный и точный выбор. Главное сделать выбор. У нас есть звонок. Алексей, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, добрый вечер. На Ленинском проспекте троих жилой комплекс. Два двадцати этажа дома уже в дом. Третий такой же этаж себя встраивает. Весной этого дома рядом с этими домами был отдан участок под застройку. И в ближайшее время на этом участке планируется стройка до пятиэтажного дома Синькинка. Дом будет строиться рядом с Синькинским лесопарком и каналом. И чистого воздуха там не будет. Это место прекрасное для социальной структуры, школы, садов, как мне, жилого строительства. Владимир Ильич, остановите, пожалуйста, эту стройку потому что город так стоит в километровых пробках. В этом районе строится жилой комплекс «Маяк» и «Правый берег». Это стройка просто. Нельзя допустить. Спасибо большое. Это не вопрос даже, а просто остановите стройку. Значит, ну, давайте так. Просто стройку. Я же не какой-то авторитет, который взял, остановил стройку. Значит, ну, сразу скажу по этому поводу. Значит, я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, там строится уже три дома, и они де-факто видны уже. Будет строительство другого дома, но оно еще не началось, поскольку это проект про не планировки общий. Скажу сразу же, что, может быть, вы не владеете этой информацией, но я до вас доведу. Ну, во-первых, строится детский сад, о чем вы только что сказали. Значит, здесь же будет делаться парк этой же организации в проекте планировки, то есть парк, будет очищена полностью река, причем за которую, в общем-то, данная строительная компания, в которой вписаны технические условия именно заняться ее очисткой. То есть это, мы говорим, наоборот, об экологии, да? Потом, когда говорят, дышать нечем, ну, дом это не завод, ну, что значит, дом стоит и дышать нечем, что же мы, заводики построили, что ли, или машины? Нет, об этом нельзя говорить. Одно дело, что, когда люди понимают, что вот сегодня там вроде бы множество деревьев попадает в подспиливание, то хочу сказать, что в данном случае нет. Попадает подспиливание там 15, по-моему, деревьев и компенсация в три раза больше. То есть в три раза больше деревьев будет высажено. Ну, понятно, что у нас сегодня не на территории округа нет ни одного места, где бы не росло дерево. Ну, его нету, просто по принципу. В данном случае мы понимаем, что вот сегодня нужно предоставлять жилье учителям, врачам, тем, кто стоит в очереди. А у нас очередь 1700 человек. Расселять ветхое жилье. Расселять ветхое жилье, совершенно верно. А тогда за счет кого? Ну, то есть должна быть всегда, понимание должно быть. А за счет кого? И поэтому здесь тоже это все учитывается. Это два. В-третьих, решение принимается на градостроительном совете. У нас полномочий, у города нет сегодня. Выдавать разрешение на строительство или какую-то документацию под строительство. Выдает градостроительный совет. Главное управление архитектуры Московской области. На градсовете присутствует главный санитарный врач области, экологи, специалисты природного хозяйства, ресурсники, архитекторы, градостроители, художники. То есть это коллегиальное решение. И оно не просто так, хочу-не хочу, а готовится документация, которая проверяется. И в дальнейшем, когда будет делаться проект, делается государственная экспертиза. Понимаете? И вот сегодня сказать, мы не хотим там строить что-то или еще что-то. Но причем строит компания, если я не ошибаюсь, с Мео Маис. Это единственная компания, которая до сих пор работает по тем советским временам, то есть как строительное управление, которое по государственным стандартам работает, СНИПы, нормы и все остальное. Поэтому, причем самое важное, что они местные, химчане, которые радеют за то, что происходит здесь. Поэтому я считаю, что данная территория, она уже лет пять сдана в аренду, по строительству. Строительство уже ведется, спланировано уже и школа, и садик. Вот садик уже строится, парк, очистка реки, поэтому ничего, я думаю, что плохого в этом не будет. И хуже будет, если рано или поздно кто-то в любом случае пустой земельный участок возьмет и построит торговый центр. Вот тогда да. В жизни все меняется. И сегодня мы говорим, пускай будет школы, дома и парк, придет время, там можно запретить, но придет время, лет через десять, кто-то возьмет и подмахнет, и будет торговый центр. Поэтому всегда нужно уповать на то, что сегодня лучшее, то, что нам необходимо. Нам сегодня жилые дома необходимы, потому что нам надо еще расселять. И инфраструктуру тоже. Девать нужно и садики нам нужны сегодня, и парки нам нужны тоже. Поэтому, когда у компании в общем-то позитивные настрои сегодня абсолютно точно пройден и играть совет, который поддержал эту инициативу, причем еще и технические условия очень жесткие дал. Парк и садик это в общем-то не желание уже инвесторов, это желание градостроительного совета. И оно исполняется на сегодняшний день. Поэтому я считаю, что это нормальный и хороший подход. Ну, и как раз мы говорим все время о социальной ответственности бизнеса, особенно застройщиков, поэтому здесь в общем трудно придраться. Который, кстати, реализуется практически только на территории Химок. Да. То есть сегодня застройщики, те, которые вот работают сегодня на территории округа, мы всех заставляем строить социальные объекты вопреки экономическому кризису, где экономика абсолютно сегодня отрицательная. Яна Владимировна, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, Владимир Виталевич. Добрый. У меня к вам такой вопрос. У меня ребенок занимается в хоккейной школе «Альма-Матер». Она находится в парке Колстого. И в этом году второе здание, которое было там в спортивном комплексе, не сено. Это нужно было здание, которое протекает постоянно кровля в первом же дозге, который идет. И вопрос о подключении хоккейного корпуса с электроэнергией и вода, чтобы заливать сам поток. Почему так слышно? Плохо слышно, да. Идет, видимо, завязка. Ну, давайте, я услышал. Ну, снесли, потому что аварийное здание. Понятно, что и вот надо обязательно было снести, чем быстрее, тем лучше. Это все-таки безопасность детей. Для нас безопасность детей это превыше всего. А во-вторых, эта школа, она будет продолжать жить. Для нас это очень важно, чтобы детки тренировались. И мы создаем все всяческие условия. Поэтому все, что касаемо подключения воды, электричества и в дальнейшем оказания содействия и помощи, мой заместитель сейчас Иван Дмитриевич Лилеев как раз этим вопросом занимается. Это зам по социальной политике, который занимается именно вопросами спорта, держит на контроле. И вы, если свой телефончик оставите, то он вам расскажет, какая будет процедура и в какие сроки все будет сделано. Поэтому будьте на связи, мы на вас выйдем обязательно. Спасибо большое за звонок. 2-0-4-40-73 телефон нашего прямого эфира. Звоните нам, пожалуйста. Ну, возвращаясь к нашей основной теме, выборы, конечно, очень ответственная такая часть нашей жизни. И это с одной стороны. С другой стороны, это возможность выразить нашу гражданскую позицию. Но очень многие люди, я знаю, даже среди наших с вами знакомых, есть люди, которые не верят, что их голос может на что-то повлиять. Не верят в честность и прозрачность выборов, не верят в справедливость выборов. И мне кажется, сегодня мы должны еще обратиться к тем, кто на этот день запланировал либо поездку за город, либо какое-то другое дело и решил пропустить эти выборы, которые, собственно говоря, будут определять нашу жизнь, жизнь наших близких на ближайшие пять лет. Вы согласны? Да, я с этим согласен. Вы знаете, вот зачастую и так говорят, ну, выиграет тот, кто должен выиграть, и мы знаем. Да, да. И к чему мы пойдем. И к чему мы пойдем. А зачастую решает проблему или исход, скажем так, выборов как раз эти голоса, которые уехали на дачу, пошли в гости, посчитали, ну, зачем? Хотя мы знаем, что с восьми утра, ну, приди, проголосуй и поди. То есть каждый голос на вес золота. Очень важно сегодня оценить ситуацию. А нам нравится сегодня? А все ли устраивает нас сегодня? Хотим ли мы лучше жить? Если мы хотим лучше жить, а кто это сможет сделать? А на кого можно рассчитывать? А какой депутат или какая партия сегодня протянет руку и поведет нас по правильному пути, и мы будем понимать, что стало лучше? Вот эту оценку нужно дать, потому что вроде бы можно подумать, да, там, как всегда, у каждого свои наши, наши выиграют, могут и не выиграть наши. Поэтому вы отдайте свой голос и будьте уверены тогда, что благодаря вашему голосу наши выиграют. А у каждого, еще раз повторяюсь, свои наши, поэтому очень важно правильнее сделать выбор, сделать правильный акцент на том, чтобы на выборах была дана оценка каждому кандидату в депутаты, который избирается. И, естественно, если мы даем оценку ту, которую мы считаем нужной, мы должны за него проголосовать. Если мы считаем, что этот человек или эта партия сегодня недостойна, значит, мы не должны за нее голосовать. Поэтому мы всех приглашаем на наши выборы, которые состоятся 18 числа, они состоятся по всей России и будут проходить на всей территории Российской Федерации. Очень важно их не пропустить и сделать правильный выбор. Но я даже не то, что приглашала, я даже призывала всех голосовать, потому что потом, когда что-то нас не устраивает, и мы начинаем критиковать существующее положение дел, мы забываем иногда, что мы не ходили и не выбирали. И это чужой был выбор. Вы знаете, вот был случай, может быть, я спускаюсь очень низко, так местечково, но тем не менее такой намек. Я трижды был на очень интересных встречах с жителями по поводу мусора. Казалось бы, обычный мусор. Глава округа пошел встречаться по поводу мусора. А из мелочей выстраивается все. И вот жители собрались и говорят, у нас грязно во дворе. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Что делается? Никто собирается на работу очень рано. Супруга собрала своему мужу пакетик с мусором, иди выбросить. Или сами взяли, или деткам отдали. У одного дерева поставили, у подъезда 10 поставили. Вопрос, а здесь есть контейнерные площадки? Нет, у дерева, у подъезда нет. Вот она рядом с домом, 18 метров по нормативу. Подойдите, положите, пожалуйста, туда. Нет, положили сюда. Пролетела ворона, собака, разодрала. Кто-то пнул ногой. Вопрос, ну, а почему должен кто-то убрать? То есть, мы же сами начинаем, скажем так, себе вредить. Поэтому и здесь все то же самое. то есть на высоком уровне, уже выше чуть мы поднимаемся, мы всегда должны дать оценку, а мы как в этом деле поучаствовали, а что мы сделали для того, чтобы было хорошо. Поэтому зачастую на встречах многие жители тоже обращаются, иногда просто критически относятся. Да почему? Мы хотели бы, чтобы поезд сходил через каждые две минуты, а чтобы сегодня наш дом ремонтировали. Иначе я согласен, я тоже в этом хочу. Но вопрос, а вот мы стоим сейчас, вот он неблагоустроенный двор, а что вы сделали? Вот вы, вы же живете, это вот наше же сообщество, вот я, где я живу, да, в обычном, обычном многоквартирном доме. Я знаю, что я прихожу в подъезд, и если я прихожу зимой или весной, на ботинках я несу грязь. И у нас обычная плитка, ну, как во всех домах, и она вся грязная. То есть, ноги неба что выделить, так и идешь до самого дома, и в итоге в квартиру грязью заносишь. Я пошел в магазин и купил большой резиновый коврик, об который можно вытирать. Теперь все лесенки чистые, потому что все ножки вытирают. Я живу в этом подъезде, мне очень важно, чтобы и в нем было чисто. Почему я там должен у кого-то попросить, ну, если я знаю, что бесполезно просить, да, или там это не прописано в смете, ну, то есть нету в тарифе, чтобы кто-то коврик покупал. В конце концов, он недорого стоит, и я его купил. Поэтому, наверное, такой же принцип должен быть во всем, да, то есть мы должны сами позаботиться о себе, потому что если, еще, знаете, такой слоган ходит везде, да, чисто не там, где убирают, а там, где не солят, да, поэтому и здесь это относится ко всем нам. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы сами заботливо к этому подходили, ко всему. Вот смотрите, мы сегодня очень много построили, очень много благоустроили в округе, красивые клумбы, красивый тротуар, заборы, а ведь важно теперь что? Сохранить. Вот можно больше ничего не делать, не доставить, оставить как есть, и просто сохранять, и город будет постоянно чистый, чистый, чистый и аккуратный. Ну, не вандальничать. Да, а можно просто разрушить. Въехали машины в забор и оставили вот таким, урну сломали и оставили такой, а следовательно, город будет сразу же умирать. Мы не должны этого допустить, мы должны сохранить, то есть бороться за все то, что мы создали вместе с горожанами, как за свое личное. Тогда, конечно, мы будем и красивыми, и благоустроенными, и очень приятно будет находиться в нашем округе. И жить будет приятно. И жить будет приятно. 2-0-4-40-73, код 495, пожалуйста, звоните нам, у нас есть еще время для того, чтобы ответить на ваши звонки. Ну, конечно, выборы, вот это 18 сентября, такой рубеж, и с этой осени начнется новый отсчет. Ну, наверное, будет задан другой вектор нашего восприятия о действительности. И для жителей Химок очень важно знать, я думаю, ну, вот сегодня, на сегодняшний момент, учитывая все новости и события, будет ли продолжено и завершено то, что было начато вами, Владимир Витальевич, в плане благоустройства, строительства. Мне бы хотелось вот немножко конкретики в плане того, что будет завершено уже в этом году, а что будет перенесено в следующий. Смотрите, во-первых, программа благоустройства 2016 года будет выполнена полностью в этом году, причем в ближайшее время. То есть, остались какие-то нюансы. Вот мы, я давал поручение до начала сентября закончить все. И одна из компаний, которая выиграла, то сделает же не город, это и не администрация сама выходит, и люди администрации что-то там делают, по 44-му закону выиграла подрядная организация, которая должна делать благоустройство. Вот одна из компаний, которая выиграла часть благоустройства, она делала дороги и часть благоустройства дворов асфальтировала. То есть, еще несколько компаний это делал. Вот я просто об одной. У нее вдруг кончился асфальт, то есть, ей на асфальтовом заводе перестали давать асфальт. Все, работы встали. мы и Митрием Катем, мы как администрация влияли на асфальтовые заводы через правительство Московской области, просили, чтобы им дали, вот спустя две недели все-таки уговорили, чтобы им давали заводы. Почему? Потому что эта компания задолжала всем асфальтовым заводам и никто не хотел давать. А обратная реакция какая? Пострадали кто? Мы. Подрядчику асфальт не дают, подрядчик не выходит. Значит, естественно, мои обещания сегодня не выполнены. Мне асфальт больше не взять. Кроме него, никто не имеет права. Это нарушение закона. То есть, мы живем сегодня по закону, да? Следовательно, чтобы все понимали, есть некие тонкости и сложности, связанные не с тем, что мы не обращаем внимания или ленимся. Вся администрация работает каждый день до 12 часов вечера. И вы это знаете прекрасно. Да, конечно. Просто есть, некоторые объективные причины, по которым не удается. Поэтому благоустройство, в итоге мы договорились с асфальт дали, благоустройство будет сделано в этом году в полном объеме. Мы и дворы закончим, и детские городки, где обещали, все будут поставлены, резинка будет сделана, и заборчики будут сделаны. Спортивные ядра уже сегодня все сделаны полностью. И в школах, и во дворах. То, что мы обещали, связано с освещением. Мы буквально через полмесяца начинаем заниматься дополнительно освещением улиц, те, которые были не освещены. Это 7 тысяч погодных метров освещения будем делать. Все освещение, это 1570 заявок, которые поступило за лето, где перегорела лампа, сломался фидер, или еще что-то. Значит, сегодня мы это ремонтируем, и буквально в течение недели эта работа будет завершена. Все, что связано со строительством социальных объектов, мы достаточно много сделали. В Подрестского садик один сдали, второй садик в Подрестского будем сдавать в конце этого года. Значит, два садика мы начали строить в Подрестского, и в начале 2017 года мы их сдадим. Я думаю, что к весне они уже будут готовы в полной боевой готовности. Одну школу в Новых Химках построили, школа на Микоя, на 25, ко второй четверти будет сдана. Там были сложности, поскольку мы строим за счет денег инвесторов. Но вы знаете, что сегодня экономика такова, что инвесторов не продаются в квартире, денег следовательно нет, на школу никто не выделяет деньги. Поэтому мы все равно ведем эту работу. Подрядная организация сегодня работает и наводит там, ведет там активную работу. Что касаемо школы восьмого вида, действительно острая, серьезная проблема. Все-таки мы решили, деньги в полном объеме на ее реконструкцию выделили, объект официально оформили как школу восьмого вида, назначен директор, педагогические колики все не выбираются. И сегодня проектная документация находится в государственной экспертизе, после чего будет аукцион, подрядчик также выйдет и в этом году она будет построена. То есть реконструкция произойдет, там и лифты нужно делать и многое-многое другое, то, что для того, чтобы ее лицензировать. Поэтому ФОК начнется в этом году, в Подресково строится, бассейн на левом берегу будет строиться в этом году, поликлинику министерство, поскольку строительством объектов здравоохранения занимается министерство строительства в Московской области, у них тоже сейчас проходит аукцион, и я думаю, что к концу 2016 года они приступят на сходе строить эту поликлинику. То, что она будет строиться, это абсолютно точно. На левом берегу мы приступили строить за счет компании ПИК огромнейшую поликлинику на 600 посещений, огромнейшая поликлиника. Мы ремонтируем сегодня все старые поликлиники, ну и, конечно же, хочется сказать, что мы построили на левом берегу парк, то, что мы обещали. В этом году мы проектируем уже парк в Подресково, и в 2017 году приступим к реализации этого проекта. Вы, в общем, очень подробно ответили на мой вопрос. Все, что мы запланировали, все будет сделано, и самое главное, что у нас на 2017 год у нас планы не меньше тех, которые мы планировали на 2016 год. Поэтому, чтобы все понимали, что вот еще столько же будет сделано в 2017 году. Мы это запланировали, будем реализовывать. В общем, повезло Химкам, ну что там говорить, потому что мало кто строит так в Российской Федерации. У нас есть звонки, Владимир Витальевич. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Да. Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир Витальевич, вас беспокоит Ирина Васильевна. С улицы Бабакина, дом 6, квартира 70. 26. Ирина Васильевна, здравствуйте. Да. Вы, значит, я к вам уже обращалась несколько раз. Потом, значит, вы были на заводе Лавочкина, вы помните, моя поднятая рука, обещали женщине помочь. Да. Воды во всем подъезде, как не было, так и нет горячей. Опять начинать, уже три месяца прошло, вот когда я была на приеме у вашего зама, сейчас опять на 21 число к Медведеву записалась, мне говорят, идите снова к управляющему и круг повторяется. Что ж, вот мне доложили, что все сделали, я еще спросил, точно вопросу нет, все решено. Вот я сейчас пришла с работы, извини, что перебиваю, воды как не было, так и нет. Горячей? Горячей нет воды. Значит, Понимаете, вот я понимаю, у меня последняя возможность, три за помощь. Вы здорово, молодец, молодец, что вы позвонили, вот буквально ждите, через несколько минут приедет сам Медведев к вам, не нужно ходить, ни на какие, значит, приемы к нему и записываться, он сам приедет, приедет с директором ДЭЗа, со специалистами, и я вас уверяю, значит, вы мне позвоните в приемную в пятницу и скажете, сделали вам все или нет, хорошо? А я тоже проверю. И телеканал, я думаю, тоже, все-таки мы не просто по телевидению выступаем, а мы еще и анализируем эффективность нашей работы. У нас есть еще один звонок, давайте до завершения программы ответим. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло? Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Витальевич. Здравствуйте. Два месяца тому назад я к вам обращалась по поводу «Дружба-дом-1-Б» и школой номер 14. Там проходит газон, на котором все время заезжали машины. Сейчас там сделали, колушки били, но газон не богоустроили. Как он был весь разбитый, так и есть. Дальше еще один вопрос. Тоже обращались. Это мы с купцом решали вопрос, что от Виктории до пятерочки идет дорожка, по которой ходят люди. Там, значит, начало и конец асфальтировано, а середина одна щебенка и арматура металлическая. Как она торчала и до сей поры торчат. Услышал, услышал, услышал вас. Послушайте меня внимательно, пожалуйста. Газон. Мне было доложено, что будут сделаны до 20 сентября, но давайте мы сделаем иначе. Мы сделаем следующим образом. Газон, тот, который мне обещали до 20 числа сделать, он будет сделан до 17 числа, до 17 сентября. Поэтому я беру наличный контроль. А где вам купцов обещал дорожку сделать, в начале и в конце сделали, а в середине оставили, то это тоже будет до 17 числа сделано. И вот у меня здесь в студии находятся специалисты, отвечающие за благоустройство. Они записали, и они мне подготовят отчет о сделанной работе. 17 числа я приму эту работу и увижу фотоотчет, то, что это сделано. Поэтому спасибо вам за информацию, за то, что не до конца доделана работа, но, к сожалению, бывают такие, знаете, работы достаточно много, иногда вот мелочь, казалось бы, ее затихорят просто-напросто. Ну ладно, потом. Или там подрядчик не успел сделать, ну, а вось никто не увидит. А жители увидели. Ну, вот такой общественный контроль. А вот для этого мы и создали эту передачу. Помните, мы говорили, мы же ее не просто создали. Вот это и есть общественный контроль. Сегодня жители, которые видят, что происходит, могут в эфире сказать, и мы можем среагировать. И соответствующие выводы я могу сделать в отношении тех работников, которые сегодня, может быть, недолжным образом относятся к своим функциональным обязанностям. А где-то, может быть, объективная причина есть. Но это все равно есть как раз обращение, обратная связь. Это очень здорово. Владимир Ильич, а вот вы сказали, сегодня 14-е число вечера, вы сказали, 17-го сделают дорожку, а вот это нормальное количество дней? Дорожка, она уже существует, она всего лишь пешеходная дорожка, тротуар, щебень уже есть, то есть подложка, как таковая, существует. Остается только сделать асфальтовое покрытие. Асфальтовое покрытие, в примерах, где-то около 200 метров можно сделать за один день. Да, но если он солнечный. Ну, конечно, если не будет дождей, если сегодняшнего дня по 17-е число будет дождь, то в дождь, конечно, никто делать не будет. Хотя газон можно, правда, напачкают, но тем не менее. Ну, лучше дождаться сухой погоды и сделать это качественно. Владимир Ильич, ну что же, мы завершаем наш эфир. У вас есть время, чтобы обратиться к нашим жителям. Вы знаете, уважаемые жители, действительно хочется сказать, что город преображается, и мы с вами, в общем-то, все в этом приняли активное участие. Администрация исполняла ваши пожелания, слушала рекомендации, сделала то, что положено, то, что было предписано правительством Московской области, выполняла государственные программы. Но у нас еще есть такое, что присуще только Московской области и у нас на территории Химок тоже это будет происходить. Это акция «Посади свое дерево, наш лес». Она пройдет 17 сентября, в эту субботу у нас на территории 25 участков выбрали мы, где будем высаживать деревья. 5400 деревьев мы посадим в этот день, 5400 и 1000 кустарников. Мы определили эти территории. Мы в интернете, в соцсетях, в газете, на нашей химки-сми программе показываем и рассказываем, где можно взять лопаты, где будут эти территории, где будут выдаваться саженцы деревьев. И, безусловно, я вас призываю в этот день в 10 часов начнутся как раз активные работы по посадке деревьев. Я вас всех призываю, приглашаю. Это не просто акция благотворительная, правильная и нужная. Это праздник, праздник для нашего города, который должен быть зеленым, который должен быть благоустроенным и который должен соответствовать тому названию, о котором мы всегда говорим. Город, в котором хочется жить, округ нашей жизни. Поэтому я вас всех призываю и приглашаю. Это будет праздник, там будет и кухня полевая, и музыка, и, в общем-то, интересные люди. Ну и все мы, жители, заберемся и посадим 5400 деревьев. Приглашаю вас. Спасибо вам большое, Владимир Витальевич, за эфир. Спасибо всем, кто нас смотрел. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.